Подсудимая действовала по годами отработанной схеме. Разместила в газетах объявления о приеме денежных вкладов. Пообещала населению высокий процент. Желающих приумножить свои накопления за небольшой срок нашлись быстро. На удочку мошенницы попало 105 пермяков. Володина понимала, что основная масса клиентов данного общества является престарелыми людьми, пенсионерами в том числе. Вкладывала данные денежные средства в рискованные проекты, так называемые финансовые пирамиды. В результате данные денежные средства были ей тайно похищены. Общий ущерб от преступных действий Володины в отношении 105 лиц составил более 8 миллионов рублей. Обманутых вкладчиков в зале заседания нет. Суд длится около года. И пожилым людям попросту надоело посещать каждое слушание. Главная причина подобного отношения в том, что потерпевших мало интересует, посадят их обидчицу или нет. Потерпевшие просили прежде всего вернуть им деньги, потому что для них это самое главное. Они не столько настаивали на строгом каком-то наказании, как на возмещении имущественного ущерба. Одной потерпевшей возместила ущерб полностью, двум потерпевшим возместила ущерб в размере 1 тысячи рублей. Одна из потерпевших специально собирала деньги на операцию для ребенка-инвалида. Ужаса это то, что, как поясняет потерпевшая, об этом Володина знала, что и приходила после этого к ней потерпевшая. Просила как раз таки вернуть ей вклад с процентами. Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде и ждет приговора. С учетом всех обстоятельств дела ей грозит до 9 лет лишения свободы. Оглашение вердикта назначено на сентябрь. Елена Еговцева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.